Алло. 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 Алло, Магомед, добрый день. Добрый день. Меня зовут Алексей Коваленко, я региональный менеджер проекта «Газруси». Подскажите, не отвлекаю вас? Минутка есть? Да, менеджер. Да, да. У вас плохо слышно, можете погромить? Да, отлично. Смотрите, вы на сайте заявку останавливали ранее по поводу дополнительного дохода, помните? Да, да, я был. Реклама, да, по поводу работа. Работа, реклама, работа в интернете. Отлично. Смотрите, для вас еще актуальный этот заработок в интернете? Ну, как, 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 что, значит, как актуально, как актуально? Посмотрите, мы государственный проект «Газруси». Мы сотрудничаем с такими компаниями, как «Газпром», «Лукоос», «Ургутнефтегаз». Вам знакомы эти компании? Я, ну, как знакомы, я «Газпром» я слышал. «Газпром» я, ну, слышал я, что «Газпром», «Газпром». Отлично. И вам, помимо того, чтобы знать про эти компании, так еще и неплохие деньги на них зарабатывать. Как вы думаете, у вас вообще интересен был бы такой доход? Ну, как, ну, зарабатывать деньги, ну, здесь. То есть, деньги зарабатывать, то есть, как. То есть, ну, я имею в виду, зарабатывать деньги, да, конечно. Смотрите, мы предоставляем вам возможность покупать активы данных компаний дешевле и продавать их в определенный момент дороже. По выгодной давать цене. Вы, наверное, вообще сталкивались с сферой инвестирования? Это как? Как вы инвестировали? Смотрите, у каждой компании крупной в нашем мире есть свои акции. Акции – это документы, то есть ценные бумаги, которые подтверждаются, что вы являетесь инвестором данной компании. Ага. Стоимость акций базируется на том, какой успех за собой влечет компания. То есть, если компания успешная, компания развивается, ее активы, ее ценные бумаги дорожают в цене. Это понимаете, правильно? Ну, цены… Ну, понимаю, да. Отлично. Смотрите, то есть, к примеру, на сегодняшний день одна акция компании «Газпром» стоит 205 рублей. Через два дня, вот буквально в воскресенье, «Газпром» получит первый транш от Германии в размере 3,5 миллионов долларов на подстройку нового проекта. За счет этого акции с 205 рублей подорожают приблизительно еще на 20 рублей. То есть, будут стоить 225 рублей. Таким образом, если мы с вами сегодня покупаем эти акции по 205 рублей, то через три уже дня мы имеем возможность с каждой акцией чистыми заработать 20 рублей. А теперь представьте, если у вас этих акций будет тысяча, то есть вы сможете заработать чистыми уже 20 тысяч рублей. Понимаете, как это работает? Ну, так, да, я понимаю, как это работает, как. Ну, да, я понимаю. Я понимаю. Хорошо, а сам вообще… Да, 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 говорите. Я понимаю, да, как это работает, да, молодой человек, понимаете. Понял, хорошо. Магомед, а сам вообще чем занимаетесь, в каком направлении развиваетесь? Да, как понять? Ну, как развиваетесь? Да, я никак. А как он, ну, как развиваетесь? Я никак, я не развиваетесь. Ну, вы где-то работаете, чем-нибудь занимаетесь, как вот, где деньги берете, как зарабатываете на жизнь? Да, я пастух, я обычный пастух. Обычный пастух, я понял. Ну, вы за что-то живете, то есть зарабатываете на животных, правильно? То есть, возможно, мясо продаете, правильно, в общем, этого? Да, мы братом, да, торгуем. Он рынок, да, на рынок отводится, да, и мясо, и щерб, и… Я понял, отлично. И давно вообще этим занимаетесь? Давно этим занимаетесь? Давно, да, давно. Давно. Смотрите, и за вот это все время, которое вот вы в данной сфере, за то время, которое вы работаете пастухом, вот вы вышли на тот доход, который бы вас устраивал максимально. Вот вам хватает денег на все, что вы бы хотели? Денег, ну, денег нет, у меня не хватает денег. Денег не хватает. Не хватает, отлично. Вот именно поэтому я вам предлагаю попробовать для себя еще одно направление в сфере инвестирования. То есть вы можете тратить на этом минимально времени, минимально своих усилий, но при этом значительно укрепить свое финансовое положение. Как вы думаете, для вас это интересное предложение? Оно вам нужно? Ну, так, ну, интересно, да. Интересно. Хорошо, подскажите, а вот в среднем, сколько в среднем вы тратите время на работу в своей сфере, вот на, скажем, животных, продажи? Постоянно у меня. Бывает, пора, ну, бежит, и полдня за ним бегаешь еще, блядь, еще поймать, бежит. Ну, это постоянно. Я понял. Смотрите, для данной сферы вам потребуется всего 30 минут в день. Вот у вас будет 30 минут в день свободных, чтобы заработать хорошие деньги? А какие хорошие деньги? Что за хорошие деньги? Смотрите, смотрите, наш проект гарантирует вам заработок в размере 23% минимум к своему изначальному капиталу. То есть, к примеру, Магомед, проинвестировали 100 тысяч рублей, за протяжение месяца минимум заработали 23 тысячи рублей чистыми. Как вы считаете, для вас это хороший показатель? 23 тысячи это в день, в день 23 тысячи. Смотрите. Нет, 23 тысячи это средний заработок на протяжении месяца. То есть, ну, все в зависимости от того, сколько вы будете уделять этому времени. То есть, вы можете заработать уже вот и через несколько дней, но все зависит от того, на чем вы хотите зарабатывать. Вот я вам уже ранее сказал, что Газпром через 3 дня заключает новую сделку. Вот если сегодня купить акции Газпрома, то уже через 3 дня можно заработать чистыми, вот, инвестиции, допустим, 100 тысяч рублей, заработать можно чистыми 15 тысяч за 3 дня. Ну, я думаю, это неплохой результат и неплохой для вас показатель. Ну, в общем-то, неплохой, конечно. Нормально, в общем-то, было бы, конечно. Ну, мы бы, ну, в общем-то, да, ну, ну, шумуле. Что стоишь? Нормально было бы, да, конечно, вдруг нормально было бы. Отлично. Хорошо. Подскажите, а у вас, возможно, есть какие-то вот первые необходимости, которые вы вот финансово хотели бы закрыть? Ну, там, не знаю, эпотека, кредит, либо же просто хотели бы поехать отдохнуть и расслабиться немного. Ну, отдохнуть можно было бы, конечно, поехать отдохнуть. В общем, главное. Отлично. А где бы хотели отдохнуть, где бы хотели побывать? Ну, Майами, наверное. На Майами. На Майами. А вы узнавали, сколько стоит отдохнуть на Майами? Нет. Я не знаю. Ну, смотрите, я считаю, что если, так сказать, уделять времени данной сфере больше, чем, я вам сказал, то есть, там, больше, чем 30 минут в день, и, так сказать, постараться хотя бы в этом заинтересоваться, то вы можете вполне спокойно себе заработать на поездку в Майами. Вы знаете, сколько сейчас стоит тур в Майами? Нет, 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 вообще не знаю. Ну, вот неделю отдыха в Майами минимум вам обойдется где-то 80 тысяч рублей. Ну, откуда вы знаете? Вы там были уже? Ну, смотрите, просто сейчас... Что, что? Вы там были тоже уже? Нет, просто у меня не первый клиент, и мы уже со многим обсуждали и Майами отдых, и в Америке, и во многих странах вообще по всему миру, и поэтому у меня, как сказать, сложилась некая информация, но вы сами понимаете, что сейчас пока период карантина, и мы не можем с вами в возможности отдохнуть полноценно в Майами, мы можем за это время заработать хорошие деньги, чтобы после карантина наверняка съесть самолет и улететь на свой отдых, согласитесь? Ну, соглашусь, да. Отлично, Магомед, подскажите, а вообще вот, ну, с кем живете? Супруга, дети есть у вас? Да, конечно, как есть дети, и супруга, и Матима есть. А сколько детей у вас? Двое. Взрослые уже? Двое детей, взрослые, да. Взрослые уже в школу ходят, либо еще взрослее? Ну, в школу, да, да, и в школу ходят, в школу, да. Отлично, смотрите, ну, вы же понимаете, да, что в будущем вот детям нужно будет поступать и в высшие учебные заведения, так сказать, получать образование. А сейчас такими ценами, как у нас вот на образование, грубо говоря, не самыми средними. Я считаю, что на профессии пастуха, говорю, вы не можете позволить себе такой большой расход, правильно я вас понимаю? Да, правильно. Как зовут-то Николай, я уже забыл, Николай, да. Алексей, Алексей, Алексей меня зовут. Алексей, Алексей, да. Смотрите, Магомед, а вот вообще вот пользуетесь компьютером, планшетом, что-то вот помимо телефона, где есть выход в интернет? Ну, бывает, у брата есть планшет, у брата есть, да. У брата есть. А брат вообще далеко от вас живет? Часто видите? Да, постоянно в одном доме живем. В одном доме, ничего себе, отлично. Смотрите, просто данная работа будет требовать от вас того, чтобы в день, минут на 15-20, вы должны будете присесть за компьютер, либо же телефон, планшет и в онлайн режиме приобрести какие-нибудь активы, и, соответственно, их продать и заработать на этом денег. Что у вас такая возможность? Сейчас у брата прощают планшет и сейчас как раз посмотреть, дорогой, что-то. Владимир! Владимир! Эй, сейчас планшеты! Проводимся с там и на дна. Да, Алексей, да. Да, ну, здесь планшет. Да, да, да. Да, с планшетами, да, с планшетами. Да, с планшетами, да. Отлично. А вы как в интернет у вас на планшете есть? Ну, интернет есть, но и там, интернет есть, и планшеты, да, тоже. Интернет есть, да. Смотрите, Магомет, вообще, вот такие вот приложения, как Skype или AniDesk, ранее слышали о них вообще, встречались с ними? Это, я, нет. А что это за приложение такое? Что за приложение? Смотрите, это такая программа на планшете, называется Skype. Там есть возможность, то, что вы со своего планшета сможете видеть картинку, которая отображается у меня на компьютере, у моего специалиста. Поэтому мы вам наглядно сможем показать, как работает данная сфера и что вам вообще нужно будет делать для того, чтобы зарабатывать вот эти деньги. Скажите, вам было интересно вот посмотреть бы и наглядно это все увидеть? Ну, интересно, конечно, как посмотреть? Я, да, посмотреть, интересно. Конечно, интересно. Правильно, Магомет, смотрите, вы непосредственно пообщавшись с аналитиком, то есть это вот человек, который вот сможет в будущем вас сопровождать и максимально, так сказать, контролировать вашу работу. То есть он вам будет давать эту информацию, на которой можно заработать, и он вам будет во всем помогать. Вот, во-первых, показать, как это все выглядит, а во-вторых, сможет вам ответить на вопрос по поводу финансов. То есть сколько нужно и сколько вы можете для начала инвестировать, когда вы сможете получить первый заработок и вообще как будет происходить работа? Скажите, вот сейчас временем располагаете, вот минут 20-25, у вас есть свободного времени? Сейчас есть, да. Есть, отлично. Магомед, давайте возьмем ваш... Есть время, да? Да. Отлично, Магомед, давайте возьмем ваш планшет, установим это приложение, я познакомлю вас с нашим специалистом, который вам наглядно все покажет и расскажет, как все работает. Давайте попробуем. Вообще, брат ушел с планшета, у меня телефон в руках. Телефон, а у вас на телефоне интернет есть сейчас? Есть, как. Должен быть на телефоне. Отлично, Магомед, давайте попробуем сделать это на телефоне, пока брата рядом нету с планшетом. А если что, в дальнейшем уже будете работать с планшетом. Давайте, да, давайте. Отлично, Магомед, ставьте меня на громкую связь. Ладно, сейчас ставлю на громкую. Чтобы вам было можно пользоваться телефоном, вы меня... А что надо ставить-то, это как, что поставить-то на телефон? На громкую связь меня можете поставить, чтобы вот, не возле уха телефона держать, а вы меня так, слышали, могли пользоваться телефоном. Я поставлю на громкую связь. Отлично. Магомед, у вас телефон какой? Ну, черный такой. Ну, я имею в виду Android, либо же iPhone. А-а-а. Название телефона, марка какая, знаете? Ну, как тут понять, я выбираюсь плохо. Хорошо, ладно, Магомед, смотрите, забыли про название, неважно. У вас есть Play Market? Вот там, где вы всякие программы скачиваете на телефон, знаете? Игры, которые, игры, которые, программа игры, скажу, стоит. Да, там, где вы игры качаете, вот эту программу, знаете, Play Market? Да, 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 я знаю, 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 знаю. Отлично, заходите в Play Market. Да, да, да. Зашли, да? Угу, да, да, я пошел. Смотрите, там у вас сверху есть строка поиска, такая белая полоска, видите? А-а, есть, да, есть строка, да, сверху. Отлично, нажимаете туда, у вас откроется сейчас клавиатура. М-м-м, да, есть такой, да. Отлично, смотрите, я вам сейчас по буквам продиктую название приложения, вы его ведете, и мы его с вами установим на ваш телефон. Договорились? Ну, конечно, ну что за дорогой, ну а как? Отлично, смотрите, первая буква А, Анатолий, А. А. Вторая буква Н, Николай, Николай, Н. А, Н. Третья буква И, Инна, И. А-ни, А-ни. А-ни. Следующая буква Д, Дмитрий, Д. А-а. А-а. А-ни, Д. Е-ск. Зелит Д, Дмитрий? А-ни-деск, правильно, нажимайте на А-ни-деск, правильно. А-а. А чё, Алексей, а чё не скайп-то? Может лучше скайп? Смотрите, просто в скайпе сейчас нужна будет регистрация, то есть там вам нужно будет заполнять всякие формы, имя, фамилия, это ну, типа лишняя трата времени. В А-ни-деск регистрация не нужна, то есть она работает сразу. М-м, понятно. Смотрите, там должна быть такая иконка красно-белая, там такой ромбик должен быть, правильно? Да, 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 да. О-о-о-о. Отлично, всё, нажимаете установить это приложение. М-м, сейчас, э-э. А я думал скайп лучше. Не знаю почему. Ну скайп, э-э, это аналогично приложение скайпу, просто в скайпе нужна регистрация, ну и сейчас тратит лишнее. Аналогично? Аналогично, это то же самое, что скайп? Да, 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 то же самое, это тоже удалённый доступ, просто в нём не нужна регистрация. Удалённый доступ? Вы не будете сейчас лишние там 15 минут. Скайп это удалённый доступ? Да, да, да. Вы просто сможете видеть на своём телефоне отображение картинки с моего компьютера. А удалённый доступ это картинку смотреть? Да, 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 то есть вы не можете управлять чужим компьютером, но вы можете видеть, что на нём происходит. Вы понимаете смысл выращения удалённый доступ, который вы сказали? Конечно понимаю. Ну что такое удалённый доступ? Смотрите, удалённый доступ это когда... Смотрите, вас интересует в плане этого приложения что такое удалённый доступ? Ну как вы понимаете выращение удалённый доступ? Ну смотрите, это подключение вот к другому устройству или ну там приложению, которое позволяет вам получить доступ к сети или к компьютеру. Правильно. То есть через интернет вы можете получить доступ к моему компьютеру. Да, для того чтобы управлять. Управлять на расстоянии. Вот, но это приложение... Управлять. Абсолютно верно, но в этом приложении нету этой функции, то есть оно не позволяет вам управлять компьютером с телефона либо же наоборот. Вы сможете только видеть картинку. То есть я не буду к вам подключаться, будете непосредственно вы подключаться к нашему компьютеру и смотреть картину. Честное слово. Честное слово не будете подключаться. Да, честное слово. Честное слово. Честное слово. Конечно, честное слово. Только будете видеть картинку нашу и всё. Не переживайте. Честное слово. Я вернусь вам, Магомед, я не буду к вам подключаться и воровать данные и ваши карты. Я вам честное слово говорю. Магомед, честное слово. Я не буду к вам подключаться и воровать данные и ваши карты. Ну конечно честное слово, дорогой. Конечно. О чём разговор? Я понял. Отлично, Магомед. Как там устанавливается у вас приложение? Ну конечно устанавливается, ну и что ты, как же без установки-то? Отлично, отлично, Магомер. А сейчас вообще чем занимаетесь, работаете сейчас? Или дома? Мы с вами разговариваем. Отдыхаете, да, так понял, сегодня? Да, отдыхаю, сейчас поразговариваю, пойду дальше что-нибудь делать. Я вас понял. Но я думаю, сейчас за вот эти 20 минут, которые вы ознакомитесь с данной сферой, вы уже найдете чем заняться, я думаю, уже даже сможете первые деньги на себя зарабатывать. Я же записываю разговор, как же я не найду? Я же его записываю. Отлично, отлично, все правильно, чтобы ничего не забыть, правильно? Конечно, чтобы другие тоже услышали, а как же? Надо же, чтобы другие тоже послушали. Конечно, сможете своим близким и брату показать сферу, в которой можно... Ну, я думаю, не только близким брату, а еще много-много народу пускай-то послушали. Конечно, Магомед, это лично ваше дело, как считаете, нужно так и распоряжать эти информации. Согласен, Алексей, Алексей, согласен. Ну что, как там у вас приложение, устанавливается или устанавливается уже? Вы брокер? Или кто? Компания-брокер? Компания ваша брокер? Нет. А кто вы? Нет, мы являемся аналитической компанией. То есть мы проект «Газруси», который специализируется на предоставлении информации. То есть мы не занимаемся конкретно торговлей, мы предоставляем вам информацию, на которой вы можете зарабатывать с любым брокером и на любой платформе. Давайте вы мне сразу информацию сейчас предоставьте, а я буду зарабатывать. Найду брокера какого-нибудь порядочного и буду с ним зарабатывать на вашу информацию. Ну вот я вам к чему веду. Когда вы сейчас пообщаетесь со специалистом, вы сможете с ним выбрать брокера. Да-да, тогда давайте анидес тогда забудем про анидес, чтобы вы случайно там данные карты мои не украли. Ну, случайно вдруг там. А вы сразу переводите меня на специалиста, пускай он мне расскажет, как надо. Заработать. Так я вам говорю, что никто не будет подключаться к вашему телефону, вы подключитесь к компьютеру, никто не будет трогать ваши карты. Честное слово. Магомед, если вас смущает приложение анидес, вы можете установить скайп, если вам так удобнее. Просто вы сейчас потратите лишнее время на регистрацию. Да, понятно. То есть, ну, это лично ваше желание. Я понял. Да как вы будете тебе информацию предоставлять? Сколько денег-то вы хотите за предоставление информации? Мы просим от вас 20% от вашего чистого дохода. Я думаю, что ранее об этом говорил. Как будет происходить предоставление информации? Как это будет происходить вообще? Как? Смотрите, этот вопрос вы непосредственно обсудите со своим личным аналитиком. То есть это будет либо в процессе телепозии? Смотрите на аналитика, потому что про аналитику меня уже устанавливают лучше. Смотрите, ну он человек занятой, просто у него нет времени, сейчас с вами устанавливают приложение. Поэтому я хочу установить приложение, проверить, чтобы у вас все работало. И тогда я передам вас уже специалисту, с которым вы продолжите общение. Ну, можете передавать все на специалисту, потому что я разбираюсь в биржевой торговле. Переводительного специалиста, правда. Отлично, но он хочет продемонстрировать в любом случае вам платформу, на которой работает МЭС, то есть показать свой торговый счет. Какая платформа? МС-4? Платформа какая? По поводу этого вопроса, ответы на этот вопрос вы сможете получить уже у него. Переводите на специалиста, я ему сейчас все вопросы задам. Вынадим его на чистую воду. Да, потому что вы уже... Хорошо, без проблем. Вы уже все... Хорошо, без проблем. Давайте мы с вами закончим установку АНИДЕСК, либо же... Я не буду ставить АНИДЕСК, мне не нужен АНИДЕСК, понимаете? Не нужен АНИДЕСК, я и так все знаю. Не надо мне ничего показывать, я и так все знаю. Так, если вы все прекрасно знаете, почему вы до сих пор работаете пастухом, а не зарабатываете про ваши деньги на бирже? Потому что мне нравится, нравится работать пастухом, нравится. Отлично, но если вы понимаете, что можно иметь дополнительный доход, почему вы еще в этой сфере не работаете, а не все знаете? Ну, потому что я тоже аналитик. Вы тоже аналитик? А в какой компании вы работаете? Прекретный, я работаю сам на себя. Сам на себя? Что это за аналитик, который работает сам на себя и при этом не зарабатывает? Ну, вот так вот. Какой смысл в этом, Аномет? Есть смысл такой вот, какой-то. Ну, объясните мне, какой смысл в том, зная информацию, не пользоваться ей, не зарабатывать на этом деньги? Переводите меня на аналитика, я его сейчас быстренько на это самое, раскручу на это самое, на базар. Раскручивать никого не нужно. Мы с вами устанавливаем скайп, они деск, я вас сразу передаю, чтобы вы могли увидеть. Потому что человек заняты, у него помимо вас есть множество клиентов. А что надо видеть? Видеть что? Что видеть? Он вам покажет свой личный торговый счет и покажет вам, на каких платформах, какими брокерами и как вообще происходит работа с этой информацией. Да я знаю, как платформа работает. Я знаю, как это все работает, понимаете? Знаю. Личный счет, мне его нарисованный, тоже смотреть мне неинтересно. Я знаю, что все работает. В каком плане нарисованный? Я же вам для этого и говорю, что вам нужно приложение с демонстрацией экрана, чтобы вы видели, что происходит и куда он заходит, и как это вообще происходит. Переводите на аналитика. Если вы человек, который говорит, вы в этом разбираетесь. На какую чистую воду и кого вы собрали свой водитель? У нас с вами цель разговора была изначально в том, чтобы предоставить вам дополнительный доход. Ну, доход конечно. Мы с вами начали установку приложения, благодаря которому вы сейчас сможете ознакомиться. Да, Анидеск, конечно. Анидеск лучшие приложения для ознакомления вообще. Самые лучшие. Что может быть лучше, чем Анидеск? Хорошо. Если вас не устраивает Анидеск, мы можем с вами установить скайп. Да не надо мне скатать Анидеск, уважаемый молодой человек. Не надо мне это. Я и так все знаю, как все работает. Понимаете? Мне интересно сейчас, что аналитик мне может предложить. Так я же у вас и спрашиваю. Какую информацию аналитик может мне предложить. Я вам не хочу отвечать на вопрос, почему я не зарабатываю. Понимаете? Это к вашему предложению, к вашему предложению, к тем, к которому вы мне позвонили, отношения никакого не имеет. Понимаете? Я понимаю, но вы мне говорите, что... Предложить услуги. Я хочу услышать, какие услуги. Пока, что вы мне говорите, Анидеск, там, скайп, мне это не надо абсолютно. Вас не против... А как вы можете ознакомиться с информацией, ну, так сказать, просто на слух. Вот вы сами говорите, что вы, грубо говоря, недоверчивый человек. И вам... Ну, сейчас могут сказать, что... Как... Придумали Газпром какой-то. Так, при... При чем тут придумали Газпром? Мы проект, который сотрудничает с Газпромом, в обоих... Чем молодой человек. У меня... Я в Газпроме сам работаю. Что вы мне будете рассказывать, что в Газпром... Магомед, у вас... Магомед, у вас... Ваши высказывания меняются каждую минуту. А что вы говорите? Что вы сидите дома... Так я же хочу услышать, что вы мне расскажете, понимаете? Какую мне лапшу будете мне втирать в уши. Или не лапшу... Ну, пока, что в данный момент разговора вы мне вешаете лапшу. Вот и все. Я вам пытаюсь донести информацию. Он мне рассказывает, что поступка в бизнес-пайпе в Газпроме. Какая информация это? Придумали Газрусник. Так как можно это понимать, не ознакомиться даже с этим проектом... Ну, что ты... Ты мне про политику отказываешься. Что он мне еще... Что может говорить? Я говорю, переводи на агаритика. Я говорю, что ты на агаритика не переводишь со своей МНД. А когда мы успели на ты перевезти? Когда мы успели на ты перевезти? А какая разница в этом случае? Ты мошенникой? Как можно с мошенником разговаривать еще? Ты же мошенникой. Это мне говорит посту, который говорит, что активно торгует на бирже и разбирается, как работает сфера. Но при этом, услышав фразу «удаленный доступ», он испугался и теперь начинает рассказывать, что он выводит мошенников на чистую воду. Что пугать тут? Что тут можно пугать? О чем ты говоришь-то, дорогой? Так в чем проблема, если вам говорят, что вы имеете возможность наглядно ознакомиться с тем, что вам предлагают сейчас? Я нечего наглядно там ознакомливаться. Нечего, наглядно там. Нечего показывать. Нечего мне видеть. Как ты не понимаешь еще? Друг. Так вот именно, что вы не понимаетесь. Много раз видел это. Что вы видели? Что вы видели? Хочешь платформу МТ-4 мне показать? Как она графики показать? А еще... Что ты мне хочешь показать? Что? Что вы видели? Какие платформы? У меня называют какую-то одну платформу уже 10 раз в квадрат. Как платформа МТ-4 графики какие-то красивые, что нарисованные. Ну что ты мне хочешь показать? Какие графики вам покажут вообще как минимум, что такое торговый счет, с которого приобретаются и продаются активы. Да на какой торговый счет? Да на какой торговый счет? Торговый счет-то. Ну что ты говоришь? Зачем не стоит торговый счет? Хорошо, грубо говоря, то что у вас на рынке, где вы мясо продаете, вот касса есть, коробочка с деньгами. Вот вам покажут такую же коробочку с деньгами, только электронную. Похоже, как с нее можно приобретать? Молодой человек, переводи на аналитика, давай с аналитиком поговорим. Поговорю, попробую, что он там где. Интересно вы рассказываете. Открылите, хорошо, у вас установили приложение. Приложение у вас установилось? Что-нибудь интересное расскажите. Какие можно 23%? Приложение у вас установилось? 23% установили. Да, это работает. 23%. А что не 32%? Слово так весело, я не понимаю. А что не 32%? Сказал бы сразу 100%. Не, лучше бы сказать 86% в том числе. Чтобы вообще нормально было. Что 23%-то только? Вы очень веселый человек, я это вижу, но вы вообще несерьезный. Да, для меня с маршотиками поговорить это лучше вообще на слух, понимаешь? Безраво в Украине поднимается. Ну и все, тогда можете пойти там с разными овечками, по барашками, пообщаться. Там, где вы работаете по сухому. Ну ладно, аналитика, переводи аналитика. Нормально, аналитика побазарим. А то во всем, в аналитических всяких там моментах, шмоментах. По графике шмакили. У вас получается установить приложение, которое мы с вами начали. А зачем мне твой аналитик нужен? Как ты не понимаешь? Не нужен мне твой аналитик. Зачем мне аналитик нужен? Вы понимаете, что он вам нужен? Для того, чтобы вы могли наглядно ознакомиться с той информацией, о которой вы услышали. Да какую информацию можно? Что там показывать-то? Еще раз говорю, МТ-4 платформа, что МТ-5, что показывает? Что показывает? А при чем тут платформа? Я вам говорю о том, что вы человек, который никогда в жизни не сталкивался с этой сферой. Я сталкивался, я сталкивался, я сталкивался. И при этом работаете пастухом и говорите, что не можете по России поехать и ноги в море помыть. Я сталкивался неоднократно, я все знаю, поэтому. Аналитика, аналитика в студию. Аналитика, давай аналитика. Сейчас аналитика. Все, мой обид, можете пойти дальше, зарабатывать на рынке со своим братом? Не разговаривай аналитика, дорогой. Что ты? С аналитикой нормально поговорим, а то мальчиком. Жизнь, шмызи, деньги, шмэнди, акции, шмаксы, Тесла, Месла. Все нормально будет, что ты? Алло. Как можно переводить? Да, я вас слышу прекрасно. Да, да, аналитика в студию. Я так, аналитик. Хочу аналитика. Как у вас, какие есть документы в вашей компании? Кто вы там? Аналитика. Разрешение есть у вас на работу вообще? Что вам дало? Путин? Вы хотите, вы так радуетесь аналитику, так его просите, как будто новую девушку себе ищите. Я не знаю, я вам звоню с предложением знакомства. Все, Магомед, я так понял, что с вами дело не сваришь. Вы человеком, наверное, не серьезный. Хороший, не знаю, что с тобой говорить, ты спокойно. Хороший, Мошонка, не крутись. Вежливый Мошонка. Все, Мошонка, это кто-то у вас там корынчик. До свидания. Хороший такой для Мошонки. Ну, то есть вообще такой ты. Говорит. Субтитры сделал DimaTorzok